МИХАИЛ БОРИСОВ Михаил Федорович Борисов родился 22 марта 1924 года на Алтае, в поселке Михайловский. Его дед был урядником Семереченского казачьего войска. С ранних лет мальчика приучали к военной службе. В три года он впервые садится на коня. В четыре – стреляет из берданки. Когда парень закончил школу, началась Великая Отечественная война. Только с третьей попытки Михаилу удалось добиться, чтобы его отправили на фронт. Еще вчерашнего школьника посылают на учебу в Томское артиллерийское училище. Уже в ноябре не окончивших до конца учебу курсантов отправляют на фронт. Михаил Борисов становится наводчиком 50-мм миномета. Первое боевое крещение он принял в декабре 1941-го при высадке морского десанта под Керчью. Еще в проливе десантники подверглись массированному обстрелу вражеской авиации. Несколько сейнеров, на которых они шли, были потоплены. Однако высадились успешно и Керчь освободили почти сходу. Его минометная рота просуществовала всего несколько часов. Оставшихся в живых бойцов распределили по другим подразделениям. Михаил Борисов попал в разведку, но через несколько недель его назначили наводчиком 82-мм миномета. И впереди два месяца непрерывных боев. Под Владиславовкой он был тяжело ранен и контужен. Произошло это в день, когда ему исполнилось 18 лет. За годы войны такое совпадение в его жизни случилось еще дважды – в 1943 и в 1945 годах. В 1943 году уже наводчиком 76-мм орудия Михаил участвовал в освобождении Донбасса. И вскоре, 11 февраля, парень совершил поступок, который был оценен по достоинству командования. Его орудие стояло на окраине совхоза «Челюскинец» неподалеку от Дебальцева. Оно оказалось оторванным от огневой поддержки мотострелков. В какой-то момент на Горску артиллеристов неожиданно навалились немецкие автоматчики. Их было много – около двухсот. Пришлось стрелять почти в упор под свинцовым ливнем. А когда гитлеровцы залегли в глубоком снегу, наводчик Борисов ударил по кронам ближайших деревьев и как шрапнелью накрыл вражеских солдат. В этом бою Михаил уничтожил пулемет противника, бронемашину и до 140 человек живой силы. Командир взвода, лейтенант Красноносов, потом попытался пересчитать убитых, дошел до 135 и бросил это дело. Сержанта представили к награде орденом Красного Знамени. К сожалению, наградной лист, как это нередко случалось в суматохе тех дней, где-то затеряли. Однако Михаил за годы войны еще не раз сумел подтвердить свое геройство. Он воевал на Юго-Западном, Воронежском, Первом Украинском и Первом Белорусском фронтах. Участвовал в Ворошиловградской и Харьковской операциях, Курской битве, Белгородской-Харьковской операции, освобождении Левобережной Украины, Киевской наступательной и Люблин-Брестской операциях. Особо отличился в ходе Курской битвы. 11 июля 1943 года в районе станции Прохоровка одна из батарей артиллерийского дивизиона 58-й мотострелковой бригады была атакована 19-ю немецкими танками. Когда орудийный расчет вышел из строя, Михаил встал к орудию и прямой наводкой подбил 7 танков. В этом бою он был ранен. За мужество и отвагу ему присвоили звание Героя Советского Союза с вручением Ордена Ленина и медаль «Золотая звезда». Михаил Борисов – активный участник освобождения Киева и Варшавы. Он воевал за Одером и на Зиеловских высотах. Завершающую точку в Великой Отечественной войне поставил на одной из колонн Рейхстага в поверженном Берлине. Великой Отечественной войне